Добрый вечер! Это Вести Хакасия на канале Россия 24 в студии Наталья Чудина и коротко о главных событиях этого дня. Спасатели Хакасии отправили первый груз пострадавшим от паводка районам Дальнего Востока. Спецрейс МЧС вылетел из Абакана сегодня утром с полным комплектом палаточного лагеря, посудой, мебелью, кухонной утварью. Первую посадку вертолет Ми-8 совершил в Красноярске. Сюда со всей Сибири свозят имущество для полевых лагерей. После комплектации его направят в Хабаровск. Там создадут пункты временного размещения людей. Напомним, в Дальневосточном регионе уже подтоплено свыше 160 населенных пунктов. Эвакуировано больше 23 тысяч человек. Пострадавшие районы нуждаются во многом. После того, как сойдет вода, поселениям нужно подготовиться к зиме. Виктор Зимин дал поручение связаться с угольщиками Хакасии и проработать вопрос поставки топлива на восток. Между тем, вопрос, который нужно решать уже сегодня, это ремонт разрушенных дорог и мостов. Еще одна проблема – нехватка питьевой воды. Хакасия уже собрала более 18 тонн бутилированной воды. Ее доставят на восток по железной дороге. Как сделать образование в Хакасии более доступным и качественным? Над этим сегодня думают буквально все учителя республики. В Абакане стартовал уже пятый по счету ежегодный образовательный форум. Педагоги три дня будут обмениваться опытом, дискутировать, разрабатывать учебные программы. Как прошло открытие форума, расскажет Константин Кравцов. Глядя на презентованную форму, хочется верить, что и образование у нас такое же, современное, без лишнего пафоса, с четкими линиями, задач. Республиканский драмтеатр превратился сегодня в настоящий храм знаний. Стенды с учебниками, инновационные школьные программы – все это презентуют сами учителя. А вот эти гаджеты призваны помочь детям с ограниченными возможностями. Тифлоплеер, дисплей, брайля, видеоувеличитель. Так что же это все-таки за электроника? Как она работает? Это электроника, которая позволяет детям получать какую-то информацию, какие-то знания. Соответственно, цифровой увеличитель, например, он помогает увеличивать какое-то изображение. То есть, если его поднести, то шрифт становится намного больше. Он увеличивает картинки. Сегодня этими устройствами пользуются слабовидящие ученики коррекционной школы Абакана. Касаемо качества образования на селе, в Хакасии, очевидно, созданы такие условия, что его уровень совсем не уступает городскому. Результаты налицо. Выстроили перечень все школ по среднему балу, который набрали ребята во время проведения экзамена. И я вам могу сказать, например, что самое большое первенство, самый большой балл средний – это город Абакан-гимназия, а следом идет у нас опытнинская школа с Абаканского района. В ближайшие три дня на форуме будут проходить дискуссионные площадки, мастер-классы, семинары. В любом случае ясно одно – каким бы грамотным ни был педагог, результат будет в том случае, если он со своими знаниями ребенку подарит и свое сердце. Константин Кравцов, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия. Нелепый случай на дороге унес жизни трех человек. Сегодня на трассе Абакан-Агдавурак на территории Аскизского района иномарка врезалась молодых людей, которые пытались завести заглохший автомобиль. ДТП произошло в 4 часа утра. Четверо парней прямо по проезжей части толкали ВАЗ-2109, когда сзади на них налетела Тойота. В результате трое погибли на месте, еще один молодой человек вместе с водителем заглохшего транспорта доставленный в больницу с ушибами и сотрясением головного мозга. Возраст всех пятерых молодых людей, находившихся на трассе – 22-23 года. По информации дорожной инспекции, к трагедии привело стечение обстоятельств. Водители иномарки, кстати, также с 90-го года рождения в момент аварии был пьян, а на девятке не был включен аварийный сигнал. К нам в редакцию обратились жители одной из центральных улиц Абакана. Местная детская площадка, газоны и прилегающая к дому территория периодически напоминают свалку. Кто должен следить за порядком ЖЭК или городские власти, выясняла наша съемочная группа. Сквер с детской площадкой на улице Житинкина – любимое место отдыха местных мам и малышей. С недавнего времени эту точку облюбовали отдыхающие постарше. Время, по всей видимости, проводят весело. Рядом с детскими качелями валяются бутылки из-под спиртного, окурки, пивные стаканы. Дома уже старые. Единственная площадка новая, недавно поставленная. Но проблема в том, что у нас центр города, лавочки. И по выходным очень часто люди отдыхают. Отдыхают, соответственно, выпивают, курят и мусорят здесь же, на этой площадке. Чаще всего после выходных, поскольку сейчас еще каникулы, и молодежь гуляет часто, поэтому бывает и в будние дни. Но его не убирают, поэтому он накапливается, накапливается. Первым делом жильцы обратились в обслуживающую компанию ЖУ-5, но там лишь разводят руками. По их словам, свою территорию они исправно подметают. Просто в связи с изменением в законодательстве дворовые территории перемежевали в сторону уменьшения. Теперь придомовая площадь рассчитывается, исходя из размера дома и количества квартир. Как правило, это асфальтированная площадка вокруг дома. Обслуживание скверов жильцы теперь не оплачивают. У нас как бы вот эта вот часть, а дальше это все не наше. Вот эта девятиэтажка, это тоже идет. Оно получается, что у нас вот эти вот все скверы, они городская площадь. Как нам пояснили в управлении коммунального хозяйства Абакана, после нового межевания в ведении администрации города действительно перешла часть придомовых территорий, убирать которые теперь входит в обязанности спецавтобазы ЖКХ. Сейчас определяется новый режим работы для муниципальных дворников и регулярность, с которой они должны наводить порядок в скверах. Что касается домов по улице Щетинкина 40-42, то здесь станет чисто в ближайшие дни. Как долго продержится порядок, зависит от горожан. Олеся Калинченко, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Опасная находка. В поселке Тепличный на территории детского сада обнаружено больше килограмма ртути. Заметили стоящего во дворе детсада возле беседки колбу двое прохожих. Один из них перелез через забор и посмотрел, что находится внутри, после чего находку отнесли в дежурную часть. Сегодня стали известны результаты экспертизы. Находящееся в колбе вещество ртуть. Вес металла составил 1,2 кг. Сейчас выясняется, как металл, чьи пары ядовиты, попал на территорию детского учреждения. В Хакасии появится свой реабилитационный центр для больных наркомании. Об этом было заявлено сегодня на заседании Республиканской антинаркотической комиссии. В работе комиссии принимал участие заместитель директора Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Николай Цветков. Одним из основных вопросов, рассмотренных сегодня на заседании антинаркотической комиссии, стала борьба с дикорастущей коноплей. Проблема эта актуальна для всего сибирского региона. Здесь сосредоточено 90% всех зарослей этого вредного сорняка. В этом году только в нашей республике специалисты выявили около 2000 гектаров конопли. Ее обрабатывают химикатами с воздуха, косят вручную. Но не все землевладельцы добросовестно выполняют распоряжение об уничтожении этого сорняка. Поэтому наркополицейским подготовлен законопроект об ужесточении для них административной ответственности. Чтобы ответственность несла не только сама конопля, которую уничтожают, и не только природа, которая создает эти условия, но и лица, которые к этому делу причастны, попустительствуют или сознательно участвуют в этом. Сегодня же на заседании комиссии зашла речь о строительстве в Хакасии собственного реабилитационного центра для тех наркоманов, кто хочет вернуться к нормальной жизни. В нашей республике есть наркологическая служба, но эффект лечения весьма невелик, потому что там снимают только физическую зависимость. Поэтому желающих полностью излечиться, из Хакасии направляют соседние регионы. В прошлом году 63 человека. Сегодня готовится проектно-сменная документация, которая должна быть готова в этом году. И Минздрав в рамках развития здравоохранения в республике на 2014 год планирует выделение финансов средств, чтобы центр в республике был. Помещение для будущего реабилитационного центра для наркоманов на 50 мест уже подобрано в Черногорске. На 20 избирательных участках Абакана будут размещены информационные материалы, выполненные крупным шрифтом. Кроме того, все участковые избирательные комиссии обеспечат увеличительными стеклами. Особой категорией избирателей, которые находятся на специальном контроле избиркома, являются люди с ограниченными возможностями. Как показывает опыт, инвалиды достаточно активны и, несмотря на возможность проголосовать дома, в более комфортных условиях зачастую приходят на избирательный участок. По последним данным, в республике проживает 32,5 тысячи инвалидов, то есть 8% от общего числа избирателей, зарегистрированных в республике. Учитывая это, избирательные участки стараются сделать более доступными и удобными для таких граждан. Абакан в предвкушении большого праздника. Организаторы обещают по-настоящему удивить жителей и гостей города. Завтра в связи с репетицией карнавального шествия будет приостановлено транспортное движение. На проспекте Дружбы народов, в границах улиц Кати-Перекрещенка-Крылова, с 20 часов до 20 часов 20 минут. Из 20 часов 20 минут до 21 часа на улице Щетинкино в границах улиц Крылова-Пушкино. Этот день города в Абакане обещает быть ярким и интересным. Впрочем, как и обычно, действие развернется сразу на 12 площадках. О том, что интересного нас ждет 24 августа, расскажет Ольга Барсук, начальник управления культуры, молодежи и спорта администрации города Абакан, сразу после вестей в рубрике интервью. А из новостей у меня к этому часу все. Удачи и до встречи на канале Россия 24. Редактор субтитров А.Семкин